ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезно, это мечта! Вот что надо брать. Троллинг, друзья, это трудовая рыбалка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья мои, данные буклеты можно будет получить на этой выставке 22-го числа. 22-го числа... Тот купил себе турельбечку по 250 рублей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья мои, мы продолжаем ходить по выставке и решили зайти на стенд Релакс. Многие гуру спиннинга нашего российского учились ловить, точнее, учились осваивать джиг с помощью этих приманок. Или без добавления блёсток. В ламинатных цветах появился размер 4,5 дюймов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И сейчас мы посмотрим одну палочку, которая нас заинтересовала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долженка, как обычно, вынимает очень много места. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы уже устали, уже вечер, прошли очень много. Сейчас идём, наверное, зайдём сейчас в дайву, посмотрим, там катушки, палочки. И если успеем, ещё забежим в дракон. Может быть, ещё какие-нибудь маленькие стендики вам покажем. Вот, и мы уже очень устали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, двинулись дальше. Время осталось очень мало, где-то, наверное, минут 40. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья мои, вот мы и на выставке. Это ежегодная рыболовная выставка, которая каждый год проходит в конце февраля в Москве на территории ВДНХ. Друзья мои, это, наверное, одна из самых масштабных выставок, рыболовных выставок в России. Да что в России, наверное, одна из самых глобальнейших выставок даже в мире. Не единственная, конечно, но она в том числе. Именно на этой, на февральской рыболовной выставке всегда представлено очень-очень много всего интересного и вкусного. Тут собираются титаны, титаны рыбалки, производители и поставщики приманок, производители спиннингов, возящие компании разнообразные вкусняшки и полезные штуки. Здесь, на февральской выставке, которая проходит ежегодно на территории ВДНХ в Москве, найти можно практически все. Итак, друзья мои, вперед! На экскурсию по рыболовной выставке 2020. Ты здесь теперь? Я всегда здесь. По этому списку получите ребят сайты. Прямо так и все равно по списку. Мы правда, это самое основное. А в английском лучше, да? Ну, дальше, это, значит, вот так, как селефон, да? Селефон, допустим, такой, как? Вот, допустим, нежно, аккуратно. Допустим, у меня пальцёк. Почему надо же пожаловать? Потому что пальцечки. То же самое на троле. Вот, то же самое. Вот. Поэтому, я говорю, у вас, может, пальцечки есть, вы, после этого не обращайте внимания, вы их не верите. Для этого нужно нормальный спинник, хороший, с помощью чутки, чтобы внимательно. И вот он подправляет именно на руке. У нас великий ловитель, а новый борщик. Я сказал, что это не создаватель. Итак, друзья мои, мы на стенде Герман, выставка 2020. И сейчас Сергей Базаров расскажет нам о новинках данной компании. И немного пробежимся о старых приманках от данной компании. Сережа, скажи о новинках. Давай, значит, начнём рамстрона. Ты его уже освещал в своём видео. И прямо с него и начнём. На данный момент в линейке присутствует 16 цветов. Это те, которые уже доступны к покупке. В дальнейшем будет линейка расширяться. И помимо основных цветов, которых мы уже знаем по ассортименту компании, представлены 333 и 444 цвета. Это вот эти новые тогда? Да. Это вот те самые волшебные трещины. Каждый выбор по-своему неповторим. Это обуславливается непосредственно технологией нанесения данной покраски. Воблер имеет три крючка. Ну, а по форме, я думаю, ты прекрасно уже знаешь. Да, и это получается, по сути, реплика на Сальмо Фридайвер. Да. Удачно, между прочим, сделано. Очень похожий воблер. Ну, удачно реально сделано. Крючки, кстати, стоят на данной приманке довольно-таки славные. То, что я обратил внимание, реально намного мощнее, чем на, скажем, тот же самый бандите. Те же самые кольца, кстати, да, вот стоят довольно-таки мощные, то есть уже усиленные. Или вы данную фурнитуру уже ставите практически на все приманки? Мы стараемся переводить уже практически все воблеры, которые имеют склонность к поимке трофейной рыбы, оснащать более мощной фурнитурой. Отлично. Так, и немного о заглублении данного воблера. Заглубление данного воблера у нас идет в среднем где-то, наверное, 6, 7, 8, 9 метров. Основное, наверное, это 7, 8, 9 метров, да? Куда не может... Донорнуть бандит. А агрессорам, допустим, по тем или иным причинам кто-то не хочет ловить. Потому что у нас есть как поклонники данной приманки, так и нет. Ну, он и не всегда, в принципе, как бы выстреливает. Плюс Салм имеет другую игру. Это не агрессор, у него игра другая. Она ближе, наверное, к бандиту. И поэтому для поклонников бандита, для тех, кто любит эту приманку, но не может донырнуть до определенных глубин, выпущено это, чтобы этот горизонт глубин мы просто перекрывали, и человек получал удовольствие и ловил свою трофейную рыбу. То есть в 2020 году мы должны насладиться данной приманкой. Итак, давайте пойдем дальше. Что еще можешь рассказать? Вот еще новинка у вас есть, да? Расскажи о ней. Это новинка конец 2019 года. Да, называется Бальтазар. Это как раз от обратного. Если мы имеем бандит с заглублением до 6 метров, то это та новинка, которой можно прекрасно пройтись по косам как троллингом, так и использовать заброс. Заглубление заявлено 2-3 метра. То есть тот самый горизонт глубин, на котором бандит уже будет кровяно пахать. Если мы говорим о троллинге, да? Да, да. Форма также узнаваема. Абсолютно. Для любителей обловить по ямочкам пройтись, где-то над коряжником проскочить, если коряжник, допустим, коряжник у нас находится глубже, а нам нужно пройтись аккуратно над ним, выманить нашего заветного судака, щуку. Это новинка тоже 2019-го, конец 2019-го, 2020-го года, да? Да, совершенно верно. Так, и по бандитам я смотрю тоже новые цвета, я уже в принципе о них говорил и показывал. Это получается... 300, 301-й цвет, и также мы задублировали те самые 444-й и 333-й на данной приманке. То есть эти вот вы увидели только на выставке цвета, а эти уже были в конце 2019-го года, они уже были в продаже. Просто еще не все успели с ними ознакомиться. Ну, замечательные цвета, надеюсь, они ловить будут так же замечательные. Свою рыбу они найдут в любом случае. Так, ну и в принципе основная линейка осталась прежняя. То есть любимый белый ходок, 225-й, если мне память не изменяет, да? 225-й, да. Да, все время икуты 224-й, 224-й, ты помнишь. 224-й синий, да-да-да. Ну, ему любимый 217-й, как обычно. Так, что еще? Вот смотрю, короче, да, то, что на самом деле мало кому известно. Это Сенсуйкан F, Сенсуйкан L и Сенсуйкан S. Эти модели сделаны под... Мародер. Под... Под мародер, да, от Pantone 21. И данные модели ловят превосходно, в принципе, сама и щуку, да? По Супаку они уже что-то как-то не разловлены особо, по-моему, у людей. Ну, ты же сам знаешь, Судак все-таки менее предпочитает короткие приманки с высокочастотной игрой. Ему все-таки больше нравится развалистая. Хотя были случаи, когда и на такие приманки он заходил. Но все-таки это больше именно с уклоном на сама, на щуку в том числе. Но вот на нижней Волге они получили распространение именно по саму. То есть серия F, это у нас толстяк тот самый. S более воплощенная моделька, тоже кренковая. И L стандартная Minol. Так, вот дальше идем, чтобы дальше уже не перепрыгивать. Опять же, новинка это 2019 года, да, получается? Начало, наверное, да. Начало 2019. Это Wobler Go2. Реплика на Раповскую приманку, да? Да. Но она реально, на самом деле, приманка, ну, по сути, немного другая. Из-за чего, допустим, то, что я обратил внимание, лопаты, допустим, более толстые. И если у Рапова, там она, по-моему, вклеена, если мне память не изменяет, то здесь она уже, как бы, идет, ну, летая, впаянная, да. И данная приманка в Астраханской области оказалась довольно-таки ловистой. Ну, ты помнишь. Да, у нас есть фильм, где данная приманка реально нам порой сделала, ну, реально... Целый день. Да, целый день, целый день. Целый день нам сделала. Рабочая глубина данной приманки заявлена у вас 6-7 метров, но, по-моему, мы ее успешно ловили или на 3-х, или на 4-х метрах, да? Да, да. Сейчас ее регулировать гораздо проще по заглублению, то есть, делая меньше размоточку, то есть, укорачивая отпуск, она прекрасно идет, потому что у нее игра, она идет практически параллельно дну, за счет этого у нее нет жесткого закапывания в дно, поэтому она проводится и по более мелкой. Так, что мы дальше еще можем? Агрессор? Я не знаю, заметил или не заметил, где так уже говорилось или нет, мы это говорили на наших официальных ресурсах, агрессор, наконец-то, получил 3 лопаты. То есть, то, о чем нас просили, мы сделали для тех, кто-то пользуется, кто-то не пользуется, но в любом случае, покупая агрессор V3, вы имеете сразу практически 3 воблера. Лопаты идут 3+, 5+, и 8+. 8+, стоит по умолчанию. 8+, стоит, да, по умолчанию, и добавочные идут, соответственно, 5 и 3 метра. То есть, если вам нужно агрессор провести, опять же, по мелкому, не знаю, более мелко, или по мелководью. Если вам нужно провести по мелководью, то вы можете поставить лопату 3 плюс метра и спокойно это сделать, и вытащить и оттуда нашу трофейную рыбу. Щуку, затаившуюся в кустах. Сереж, слушай, сюда же, короче, вы опять же перенесли новые цвета, да, на агрессор? Да, пока это 3, получается, приманки. Это агрессор, это, соответственно, бандит и новая приманка Tron. На них, на всех, есть этих 3 цвета. В дальнейшем будем собирать отзывы, посмотрим, насколько этот цвет станет популярен. Если он понравится нашим рыбакам хорошо, то мы будем и рассматривать варианты переноса их на другие приманки. То есть на вашем официальном сайте ВК, да, на вашей официальной страничке ВК? На нашей официальной страничке ВК Герман Фишеру вы можете зайти, есть раздел отзыва, предложения, он так и называется, книга отзывов. Там вы можете написать, что вам хотелось бы видеть, допустим, если какая-то новая модель вас заинтересовала, по цветовым решениям. Вы всю эту информацию оставляете там, мы рассматриваем ее, и если достаточно большое количество таких предложений, то мы это... Вы беретесь их сделать? Да, мы беремся их сделать, мы стараемся угодить нашему конечному потребителю. Прислушивайтесь. Прислушивайтесь, прислушаемся определенно. Также это касается и каких-то недочетов, потому что никто не идеален, да, скажем так. Кстати, фурнитуру, я обратил внимание, фурнитуру уже на агрессорах стоит более силовая, да. Это вы, опять же, сделали конец 2019-го, по-моему, года, да? Фурнитура стоит на агрессорах уже более силовая, и тройники стоят уже более силовые. Я бы, наверное, сказал, что даже тройники стоят намного мощнее, чем у родных именно Хаук. С большим запасом. Да, агрессор это реплика, кто не знает, на уже известную такую легендарную приманку, как Хаука. Но там проблема именно с тройниками всегда была. То есть по трофейной рыбе, то есть, в принципе, они зачастую тоже разгинались. Здесь уже стоят более силовые. Кольца, на самом деле, ничем уже не отличаются, наверное. Ну, может быть, чем-то не отличаются, конечно, но они уже реально намного такие, скажем, более мощные, чем, скажем, это было год назад, два года назад. И проблема раньше была, что ржавела петелька. Многие подписчики у меня, значит, тоже спрашивали, жаловались, просили внести изменения в данный воблер. Уже петелька у данного воблера изменена? Да, на новых партиях пошло покрытие. И, соответственно, процент ржаветь не должна. Ржаветь не должна. Ну, слава богу. Теперь я вижу тоже приманку, ее мало кто знает, но на самом деле она также, ну, можно назвать ее легендарной. Это маленький агрессор, опять же, реплика на тут же самую халку 85-го размера. Здесь идет две лопатки, то есть трехметровая и, по-моему, пятиметровая. С трехметровой лопаткой данный воблер прекрасно косит как и в заброс, так и троллингом щуку на мелководье. И в интернете я лично сам как бы, ну, мало ловил, можно найти у меня видео про данную приманку, но на самом деле я мало времени делю, может быть, в дальнейшем уделю больше. Но коробки у тебя всегда есть. Да, да, потому что на самом деле данная приманка вот такого размера прекрасно косит и трофейного окуня, и, скажем, щуку, ну, как на мелководье, то есть тоже не мелководье, наверное, для пощучьим таким вариантам. Где-то на трех, на двух метрах данная приманка прекрасно ловит щуку. Ну, так скажем, на береговых бровках. Единственный у нее минус, она не имеет систему дальнего запроса, но это, в принципе, как и у оригинальной, да, такого же плана Халки, она тоже не имеет систему дальнего запроса. Летит не очень, но при желании ее можно отправить, как говорится, подальше, и она ловит замечательно. Так, про цинистуиканы мы сказали, про пузатики. Также есть инсуикан Эль, который сделан тоже на, значит, получается, реплика под мародер Pantone 21. Данный воблер замечательно ловит также щуку, ну, в принципе, и судака, и сама. Да, но, скажу так, допустим, вот в Астраханской области что-то я как-то не очень его разловил по именно судаку, но, допустим, на водоеме типа Рыбинка данный воблер прекрасно ловит и щуку, и судака. И причем, как люди поговаривают, что он идет, на самом деле, под большим вот таким углом, я сам как бы, ну, это не снимал, не видел, но вот ребята, которые на Рыбинке ловят, отзывы у них такие, что данный воблер особо, ну, менее зацепляемый, скажем так, по какой-то причине, что он идет, наверное, видно вот... Потому что у него крючки, получается, располагаются выше от 1, если какой-то мусор, веточки прям непосредственно на дне, то зацепляемый с него меньше. А лопатой он просто отыгрывает, отшибает лопаты здесь усиленные. Так, что у нас еще? Ну, опять здесь у нас сенсуиканы висят. Это самые эсочки, да. Здоровый воблер появился, опять же, у вас из новинок, опять же, 19-го года, да, у вас появился вот такой вот здоровый мутант. Это под Мэнс, по-моему, да, 30+, это, если я не ошибаюсь, вы сделали, да? Вот. Здесь сумасшедшая фурнитура стоит, воблер сам просто, ну, бомбических размеров, и данная приманка больше сделана, конечно, для ловли сама. Безусловно. Вот. Заглубление данного воблера идет уже где-то, наверное, метров 10-12. 12+. Да, и для этой приманки, конечно, нужен уже более мощный спиннинг, специально, наверное, отдельная палочка, которая, чтобы... Там даже уже нашими спиннингами такой протащить будет сложновато. Да. Она серьезная. Кстати, оригинал, это Мэнс 30+, он на самом деле уже стал, ну, слово такой легендарный, наверное, да, по поимке сама. По поимке сама эта приманка должна работать. Не знаю, как вот о компании Герман, но оригинал ловил очень-очень-очень хорошо. Мне попить бы что-нибудь? Да мне тоже. Ладно, сейчас дошибем. Смотри, они все заразились и в оранжевом приехали. Мы на тебя смотрим и пытаемся как-то... Сейчас, буквально. Новинка... Новинка 19-го года, опять же, наверное, конец 19-го, да, или начало? Начало. Тоже, в том году было на выставке, я не помню. Это сама модель, она уже была. Ага. Мы ввели для этой модели, любимые многими рыбаками, цвета 3D, так называемые. То есть, когда краска наносится не снаружи, а изнутри. Например, ты можешь посмотреть, да? То есть, мы видим, у нас верхняя поверхность, она прозрачная, а все элементы, и окраска идет только спинка синяя, да? Весь бликующий элемент, он находится внутри. То есть, таким образом, при поклевках у нас не так активно приманка быстро выходит в негодность. Данная приманка не очень, я так понимаю, любит большую скорость, да? Она не любит абсолютно большую скорость. То есть, для любителя походить быстро с ней, это нет. Она любит умеренную скорость, либо, так скажем, медленную скорость, если вы идете против сильного течения. Или на водоеме без течения, да? Без течения это вообще идеальный вариант. Причем, опять же, ей можно ловить как троллингом, так и в заброс. Она это может позволить сделать. У нее неплохие совершенно полетные характеристики. Слушай, ну и выше, я смотрю, висит у вас Гудзу, да? Это Гудзу, да, вот разбирают моментально, поэтому вот остаточки мы привезли. Это тоже, опять же, реплика уже на легендарную приманку от компании Z-Base, да? Совершенно верно. Да, у нее уже рабочая глубина где-то, наверное, 3,5-4 метра. 3,5-4 метра, да, это тот самый горизонт, когда мы не находим, если говорить о Судаке, допустим, на Нижней Волге, мы не находим его на глубинах, вдруг он по каким-то причинам погодным или каким-либо еще поднялся, то мы можем его вот на 4 метрах спокойно приманить. Ну, или, допустим, на том же самом водоеме, где, допустим, нету таких больших глубин, и много, допустим, у меня подписчиков пишут, Илья, расскажи по приманке. Да, допустим, тот же Дон. Да, да, да. Очень часто пишут с Дона, говорят, ребята, у нас нет просто таких глубин. Там, преимущественно, глубины как раз порядка 3-4 метров. Приманка выручает и прекрасно приносит как Судака, так и Щука, и Окуня. Данная приманка практически по всей хищной рыбе замечательно. Ну, всю хищную рыбу это и Окуня, и Жерих попадается, и Щука, и Судак. И, ну, Сом вообще может залететь, в принципе, на любую приманку. Единственное, для Сома нужно проводить, вот такую проводку делать более медленную, не сильно агрессивную и желательно даже с какими-то определенными паузами. Ну, еще, наверное, легендарная тоже приманка, которая у вас есть, это Подбомбер, да? Она и называется у вас ДЖ Бомб. Да, вот именно данная модель, это Подбомбер 25 лонг. Также где-то у вас тоже была приманка под 24 лонг. Она есть в 85-80, да. Вот, тоже отлично ловит и Судака, и Щуку. Замечательно, это уже проверенные приманки, скажем, уже не первый год. У данной компании есть еще замечательная плетня. Она бюджетная, скажем, такая народная и проверенная уже многими рыбаками, в том числе и мной. Я ловлю троллингом на Ахтубе в диаметре 0,18-0,20, иногда ставлю 0,22. Вот, очень мне понравилась восьмижильная плетня. Вот, чем она мне понравилась? В размере, скажем, опять же, 0,18-0,20, она бандит, ну, допустим, оригинальный или тот же самый GG бандит от Герман, загоняет практически на 8 метров. Восьмижильная. Четырехжильная плетня у данной компании есть в размотке 250 метров. Вот, к сожалению... Кстати, Сергей, а почему Герман, компания Герман не делает 250 метров восьмижильную? Если наберется достаточно большое количество отзывов о том, что нужна рыбакам наша восьмижильная версия размотки 250 метров, то мы обязательно ее запустим в производство. Поэтому мы с тобой уже говорили, заходим к нам в группу ВКонтакте, оставляем свои отзывы. Чем больше отзывов, тем быстрее будет конечный продукт. Пишем больше отзывов, ребята, мне лично очень нужна восьмижильная плетня в размотке 250 метров. Я говорю, на самом деле, вот многие боятся восьмижильную плетенку, говорят, что, допустим, она ворсится больше, еще чего-то. Но я говорю, вот Multicolor я, к сожалению, пользовался только в 150-метровом размотке, но вот именно, я говорю, 0,18-0,20, ну, она не сильно ворсится, и, по крайней мере, сезон она точно служит, а может быть, даже и два прослужит. Размотка 250 метров, конечно, для троллинга удобнее. У данной компании, кстати, есть большущий ассортимент именно безлопастных приманок, то есть ратлинов и вибов. Сергей, расскажи о них что-нибудь, вот насколько это громаднейший у вас ассортимент? Ассортимент действительно широк, он широк как по моделям представленным, так и по весовкам. То есть в большинстве моделей идет 3-2 веса и размера, соответственно, данных приманок. Самый тяжелый какой? Самый тяжелый, наверное, это будет SL Vibro в размере 93 миллиметра, и ее вес будет составлять порядка 30 грамм. Есть аналогичные размеры и около этого же веса. То есть для любителей зимней рыбалки на больших глубинах, опять же, такие же, как рыбинское водохранилище, кому нужно приманку быстро подать до рыбы, это вот те самые размеры и веса, которые наиболее предпочтительны. Кстати, SL Vibro это воблер, который является мягким воблером, то есть мы все знаем, что судак осторожная рыба, да, и порой прикусывая жесткую приманку, он ее сплевывает, не давая на такой большой глубине времени рыбаку ее засечь. Мягкая приманка дает такой шанс, то есть судак ее не выплюнет сразу, так скажем, он ее на какое-то время задержит в пасте, не ассоциируя ее с чем-то искусственным. Поэтому SL Vibro это мягкие приманки, и также аналогичная приманка, также мягкая, это модель Mirage. Также выпускается в нескольких размерах, вот видите, наиболее маленькие, побольше, есть еще больше. И SL Vibro, она также идет в трех размерах, в трех весах. Ну и помимо этого есть огромное количество других воблеров, допустим, у меня в этом случае является предпочтительной вот такая модель, слайд Vibro. Очень она мне нравится, недавно я все очень хорошо показала по форели, только, естественно, в меньших размерах. Но и форель была достойная, с 60-миллиметровым ратлином я прекрасно ловил форель. Ну, друзья мои, я думаю, что еще можно поставить точку в данной компании, это по силиконовым приманкам, которые, на самом деле, вот по последние годы данная компания очень активно продвигает, и очень большая линейка, причем очень уловистых, на самом деле, силиконовых приманок. Пойдемте посмотрим. Пойдемте. Мне на самом деле понравились, вот, ну, я все не могу протестировать, к сожалению, и мне понравились вот модели T-Rex, GIN, ZERO, Goblin и KAY. Вот эти модели, на самом деле, в Астраханской области ловят, ну, превосходно, судака, именно. Я щупа на них особо не ловил, но судака они косят замечательно. Особенно модель T-Rex. В прошлом году мы ставили. Да, T-Rex и Goblin. Из-за того, что имеет большой-большой пятак, данная приманка очень хорошо парусит. Причем, если мы даже возьмем большого размера, да, приманку, если мы, ну, наша джигаловка не позволяет, ну, меньшего она размера, не позволяет ее сюда установить, мы можем, в принципе, конечно, будет не очень красиво, потому что здесь полонечочки нарисованы, еще что-то, но мы можем ее укоротить, вот, и уже установить с более коротким цевьем джигаловку. Вот, и благодаря этому, чем мы больше уменьшаем приманку, тем она больше начинает парусить за счет своего, за счет своих больших пятаков. Очень понравилась мне вот джин-приманка, кай, т-рекс, повторюсь, гоблин. Ну, я ловил, помнишь, хороших окуней на зеро. Да, это, да, 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 сделала тоже в свое время неплохие результаты. Это наша уже индивидуальная форма, мы решили никого не повторять. А это уже просто честно? Это собственная разработка, да, абсолютно собственная разработка. Ну, наверное, и все. Пойдем мы дальше, в следующие, как говорится, павильоны. Мы ждем зрителей, ждем рыбаков и всегда готовы прислушаться к их мнению. Спасибо, Илья, что посидел вас. Спасибо вам. Спасибо, Илья. На выставке мы встречались с руководством базы Левада. И хотим вам сообщить хорошую новость. База Левада будет проводить с этого года ежегодный, ежегодный, повторюсь, конкурс на лучшую фотографию. На фотографию трофейной рыбы. И мы хотим сделать, это будет совместный конкурс с базой Левада и каналом Рыбалка с Дивером. Значит, будут призы, будут чудесные призы, о которых мы скажем немножко позже. Но они будут реально хорошие призы и полезные призы. Мы думаем провести, наверное, да, получается, три призовых места. Ну, наверное, будет три призовых места для взрослых. И отдельно будут призы для детей, которые будут тоже ловить. Соответственно, у них будет свой детский приз. Да, какой-то. Не игрушки будем дарить, но просто имеется в виду. Все подарки в любом случае будут с рыбалкой. Будет, значит, детское место, детский приз. Будет приз на взрослую, скажем, затрофейную какую-то пойманную рыбу. И будет приз, наверное, на какую-то шуточную фотографию, наверное, какую-то юморную, скажем так, прикольную фотку. Опять же, на тему рыбалки, вот это будет еще один, значит, еще одно призовое место, скажем так. Так, условие конкурса такое, значит, да, фотография должна быть сделана. Во-первых, должен быть человек, именно отдыхающий на базе Левады, да. Человек должен отдыхать на базе? Он будет зарегистрирован там, ну, как обычно, на базах зарегистрироваются люди, да. То есть, просто, допустим, с воды заехать и сделать фотографию не получится. То есть, нужно именно отдыхать на базе Левады, сделать фотографию на... Мы сейчас готовим определенный такой красивый, можно сказать, постамент, значит, там связанный, опять же, на рыбацкую тему. Думаем сейчас пока, но я думаю, что должны успеть, да, сделать? Да, мы постараемся успеть к началу сезона, естественно, все это сделать, довести до конца. Фотография должна быть сделана на фоне этого постамента, если не успеем? Либо на фоне характерных вещей базовских, то есть это на фоне домов, на фоне лодок. Они у нас специфические, на этой акватории, фактически, вот эти наши лодки, они узнаваемые. То есть, у других баз их таких нет. Поэтому, если эта фотография будет сделана на воде непосредственно, но будет видно, что это именно сделано в лодке, принадлежащей базе, это тоже, как бы, участие. То есть, собственно говоря, участие, то есть, не требует никаких денежных положений для участников. Это любой приехавший отдыхать. И, собственно говоря, поймав для себя, посчитав, что это трофейное, и, по его мнению, для него, он фотографируется и выкладывает эту фотографию, передает на сайт базы. На сайт базы или в официальной группе ВК, да? Да, да, да. Данная база сделала вот такой буклетик. Каждый человек, имеющий такой буклет, приезжавший на базу, отдает ее и получает 10% скидку. Скидка разовая на проживание. На проживание. Именно на проживание, на два человека. Скидка разовая, буклетик отдается, и буклет на двух человек. Он действует в течение всего сезона, 2020. То есть, осенью, летом, неважно. Да, в любое время. В этом году. Это вот скидка, фактически, на этот сезон, на этот год. Друзья мои, данные буклеты можно будет получить на этой выставке 22-го числа. 22-го числа представители базы Левада, и в том числе я, будем стоять с утра на стенде Герман. И после обеда, скажем, с обеда до вечера, будем стоять на стенде Спортекс. Каждый желающий, в принципе, может получить данные буклеты. Также, вы можете их получить, кто не может приехать, сделав заказ в магазине Трофи Фишинг. То есть, сделаете заказ, и вам приходит вместе с заказом данный буклет. Повторюсь, данный буклет, при предъявлении его, значит, это скидка 10% на проживание двух человек. Также не забываем про конкурс, который проходит ежегодно на этой базе, на лучшие фотографии, связанные с рыбалкой. Ну, я думаю, что все. Приезжайте, да? Да. Наши приключения по выставке, рыболовной выставке 2020 года продолжаются, и мы сошли на стенд Спортекс. Всем привет! Представитель данной компании, Игорь, нам сейчас расскажет про новинки, и я также ставлю свои 5 копеек, и расскажу именно, почему же я именно выбрал данные палочки, и почему я именно ловлю на них. Вот, и немножко еще, это сейчас про тренинговые палочки я вам говорю, и также мы, в принципе, еще немножко пройдемся по джиговым палочкам и по твичевым палочкам. Итак, Игорь, на сегодняшний момент компания Спортекс представляет довольно-таки широкую линейку по сравнению с предыдущим годом, да, по именно морскому классу спиннингов, которую, ну, как бы я оценил и выбрал именно по... Извините, у меня телефон звонит! Все! Вот, именно, которую я выбрал и оценил именно для нашего вида троллинга, для троллинга, ну, в один спиннинг, да, для ловли именно судака больше. Ну, и не только тренинговые. Ну, наверное, начнем с того, что, как бы, это морские удилища, в первую очередь, разработанные. То есть, они есть в двух сериях. Есть серия «Нептун», это вот такой синий бланк, ну, с такой красивой ярко-желтой надписью. Значит, «Нептун» сразу, давайте сразу, «Нептун» представлен в трех, значит, в двух размерах, по-моему, да, или в трех? Там даже больше. Они начинаются от метр шестьдесят пять, метр восемьдесят пять, два десять, и в два десять там есть еще несколько модификаций. Так, и в тесте. И в тесте, да, есть двадцать ЛБ, тридцать ЛБ и пятьдесят ЛБ. Вот. Данные спиннинги из, ну, скажем, из «Спортекса», они более бюджетные, чем серия «Магнус», да? Ну, как бы, дешевле они. Ну, это, если можно назвать это бюджетными, потому что, как бы, ну, это ценовая категория, там, восемь-деять тысяч, ну, некоторые могут сразу выключить и сказать, что это для них дорого, но надо понимать, что удилища сделаны из японского высокомодульного карбона, это не дешевый углепластик, и, соответственно, они не могут стоить тысячу рублей, три тысячи рублей. А для чего, а для чего нужен именно такой, такого плана спиннинг, именно почему не склеплопластик или еще чего-то, почему не дешевый вот этот углепластик, да? Я расскажу чуть попозже, но это очень важно, особенно при ловле судака. Да, плюс на них стоит, ну, вполне достойная фурнитура, частично от компании «Сигать», частично от компании «АЛПС», то есть это, как бы, мировые лидеры в фурнитуре, и, ну, тоже, это, как бы, все стоит каких-то денег. Поэтому, ну, бюджетная линейка «Нептун» стоит порядка 8-9 тысяч. Бюджетная линейка среди дорогих спиннингов. Да, среди дорогих спиннингов. Вот, а следующая линейка – это «Магнус». На самом деле, я ее очень сильно полюбил и оценил. А полюбил я ее, на самом деле, даже, может быть, не совсем с удачной моделью, это с «Тревела», но мне просто было любопытно, и в том году я ее взял. Вот, и реально, даже вот «Тревел» мне очень понравился по передаче поклевки, именно когда судака мы ловим, да, по микроэтим поклевкам. Сейчас мы об этом тоже не спросим. Да, если я не ошибаюсь, ты ловил «Тревел», значит, «Тревел», который в росте 2.10 или 2.15 с тестом 30 ЛБ. Вот он как раз. В этом году сейчас компания выпустила еще, значит, такое же удилище, только это уже не «Тревел», это полуторачастник. То есть, это идет цельный бланк с отдельно съемной ручкой. То есть, это уже, как бы, ну, я думаю, что чувствительность должна быть еще выше. Не думаю, я уже, если честно, ее в руках подержал. На самом деле, чувствительность намного лучше, и она легче. Не намного, но, ну, скажем как, не намного легче. Реально легче, а на палке намного, ну, опять же, не намного изящнее, скажем так. Ну, и, да, то есть, ну, то есть, кому не нужен «Тревел» вариант, потому что у «Тревела» есть свои преимущества. То есть, это, как говорится, в дорогу можно упаковать чемодан без всяких проблем, либо взять в тубус и полетел в самолете. То есть, кому этот вопрос не так остро стоит, конечно, полуторачастник – это как бы… Ну, монолитный бланк, вроде бы, как считается, да, понадежный. Монолитный бланк, более прочный, то есть, более надежный. Ну, опять же, более прочный, да, вот, Игорь, эти же оба спиннинга сделаны именно для морской ловли. Да. И тот же самый «Тревел», да, тот же самый «Тревел» предусматривает собой вываживание довольно-таки трофейной морской рыбы, правильно? Конечно, конечно. То есть, он рассчитан на вываживание достаточно большой рыбы, на рывки ее и так далее. То есть, у нас не было пока еще информации, чтобы они ломались от, ну, при вываживании большой рыбы. Вообще, на самом деле, все вот, ну, скажем, скажу так, немножко отойду назад и скажу так, что при ловле вот именно троллингом в один спиннинг, когда я ловлю судака, у меня нет ни одного трейлингового удилища. Именно трейлингового. Вот. У меня все спиннинги именно связаны с какой-то морской тематикой. Какие-то вот с джигом, с какой-то пилкерной палки или джерковой палки, допустим, даже, если не морские, там, ну, неважно, да? Но ни одного профессионального трейлингового удилища у меня нету, потому что, на самом деле, профессиональное трейлинговое удилище для России их особо не делают. Точнее, может быть, делают, неправильно говорят, но это как бы более стаканный троллинг и уже для какого-то моря, для каких-то водоемов больших, где тарга, много этих палок стоит. Вот там, да, там нужны, наверное, профессиональные какие-то трейлинговые удилища, которые, на самом деле, там и не нужна ни чуйка, ничего. Многие сейчас, может быть, и усмехнутся и скажут, ну, троллинг, зачем тебе чуйка? На самом деле, когда мы ловим судака, когда мы ловим судака, я ловлю его очень давно уже троллингом в один спиннинг, скажу вам так, если вы возьмете, и причем об этом, кстати, немножко отступление сделаю, 22-го числа, 22-го числа, где-то с двух часов дня и до пяти часов вечера, я буду стоять здесь же на стенде Спортекс и постараюсь показать именно наглядно, ну, скажем, какое-то трейлинговое удилище, и именно сравнить их, именно и объяснить, объяснить, доказать людям, показать что-то, что, какая разница, зачем это нужно, почему мы выбираем именно не какие-то дешевые стеклопластиковые удилища для моего вида троллинга, да, а именно берем нормальные качественные вещи с хорошей передачей именно в руку. Так вот, данные спиннинги, это не трейлинговые, они сделаны не для троллинга, но они очень сильно, очень-очень подходят именно к нашему виду троллинга. Данная палочка, вот, это 50ЛБ, полуторачастник, Магнус, 2.10 или 2.15, да? 50, да, это 50. Вот, даже представитель Спортекс засменивался, это что, 50? Она на самом деле, она тоненькая, легкая, имеет изящную вершинку, и вообще на самом деле такая изящная палочка, но имеет очень довольно-таки внушительную, скажем, мощь, да? И в то же время, что немаловажно, она имеет, я считаю, что на сегодняшний момент то, что я могу сказать, то, что я в руках держал, может быть, конечно, есть и другие еще палочки. Данная палочка имеет, ну, самую лучшую, наверное, чуйку на сегодняшний момент. Лучше, чем у Нептуна, лучше, чем у каких-то других палочек, неважно, там, не будем сейчас озвучивать другие, да, какие-то, ну, скажем, производители других производителей, чтобы никого там не обидеть. Вот, но она на самом деле, вот, то, что мне попалось в руки на сегодняшний момент, эта палка реально обалденная. И именно для ловли судака, для передачи микропоклевок, для моментальной подсечки, то есть данный спиннинг очень упругий. Я сделал, и опять же, у меня сейчас идет серия фильмов, называется «О мощных палках». Я уже какие-то видео сделал, и, значит, в дальнейшем тоже покажу именно Магнус серию. Не только Магнус, там и Шимановские палки будут, точнее, не только Спортис, будут разные палки, но они будут обязательно у меня в этой серии, потому что эти палки пройти мимо нельзя. Их надо показать народу, и чтобы они их реально оценили. Я лично для себя уже оценил. Так, много, могу долго разговаривать, надо что-то сейчас другое делать. Значит, еще есть тоже такого же плана палка Магнус, но она называется, по-моему, «Болот», она желтая. Там 30 ЛБ. Вот обратите внимание, опять же, многие спрашивают по тестовке. Сейчас я вам постараюсь показать, объяснить. Вот, значит, 30 лбовая палка и 50 лбовая палка, они порой, вот это 50 ЛБ. А это 30, да? А это 30 ЛБ. Но если, я говорю, вот камера, наверное, не передаст, если посмотреть повнимательнее, то 50 лбовая палочка намного изящнее и легче, чем 30 лбовая данная палочка. Это тоже Магнус, но уже серия Болот. Вот, это Джигинг Магнус, а это Болот. Вот, я думаю, что данный производитель просто... Здесь, ну, можно добавить, здесь стоят такие более усиленные кольца. То есть, это кольца рассчитаны не для заброса, а именно для вертикальной... Для вертикальной ловли. Повторюсь, как бы, эти все свинги именно для морской ловли. Суперинтересная рыбалка, наверное. Вот. Так вот, я говорю, просто, я говорю, для тех, кто не понимает и говорит, допустим, Илья, какой спиннинг взять? 50 лбовый, 30 лбовый, 20 лбовый? На самом деле, ну, нельзя так говорить и советовать тоже нельзя. Потому что, я говорю, вот они, две палочки, 30 лб и 50 лб. Эту я палочку поднимаю практически вот, ну, как-то вот между пальцев, а эту вот реально очень увесистая. Вот. Хотя, опять же, она тоже изящная, не дубина, да? А если, я говорю, сравнить с 50 лбовыми и другими палочками данную палку, то вы просто, ну, наверное, ужаснетесь. Поэтому по тесту выбирать неправильно. Палки надо выбирать именно вот тактильно и визуально. Тест не показатель. Это морские удилища, которые, ну, в данном нашем с тобой разговоре применяются и для троллинга со спиннингом в руке. Со спиннингом в руке, да. Еще, кстати, забыл сказать. На самом деле, не обязательно же ловить данном удилище именно троллингом. Серию Нептун, из-за того, что она довольно-таки, ну, больше гибкая, я потом покажу. Это, опять же, 22-го или сравню это, опять же, в отдельном обзоре, в отдельном видео на моем канале вы посмотрите. Это разный типаж удилищ. Нептун и Магнус, да, это вообще разные палочки. Так вот, я говорю, Нептун, он более мягкий, ну, более гибкий, скажем, может быть, можно сказать, даже он больше вяжет рыбу. И данным спиннингом можно ловить с лодки, скажем так, именно Сазана и Сама. Лодочный, бортовой вид ловли Сама или Сазана. Она, я думаю, замечательно подойдет. Стенки у нее очень толстые. Я показывал в обзоре. Возможно, и Магнусом также можно. Но я бы его пожалел бы. Именно Нептун, вот он универсал, именно, наверное, ловля, бортовой ловли Сазана и Сама и троллинг. А, допустим, тот же самый Магнус, я бы пожалел бы и оставил бы, не бросал бы кормушки им, там, еще что-то. Именно троллинговые ловли. Потому что чуйка, чуйка, там просто божественные. Игорь, а по поводу Гидры? Да, вернемся тогда, как бы, к обычному спидни. К обычному, да, к классическому джигу. И мне, на самом деле, в том году, мы же познакомились в том году, по-моему, да? И в том году я, опять же, свои рекомендации взял Гидру. Взял Гидру и она мне... Ребят, я, короче, просто вкюрился в этот спиннинг и отложил все свои другие палочки. Можете думать, реклама, не реклама, но на самом деле, кто брал в руки Гидру, джиговую палочку, причем там разные тесты есть, скажем, от 10 грамм, по-моему, даже от 5 грамм, от 5 грамм, 5-10 грамм, 40 грамм, там, 70, по-моему, 65 грамм, да? Вот, они все сверхбыстрые и имеют просто превосходную чуйку. Даже вот лайтовая палка, которая там 5-граммовая, она имеет офигенный быстрый стройк. 5-граммовая, это у нас не Гидра. Гидра начинается от 3 до 15 грамм. А, 3-10, по-моему. В росте 2-10, 3-15. 3-15, да? Ну, есть в других моделях, есть лайтовые. Ну, как бы сейчас мы говорим, если говорим про Гидру, значит, самые интересные модели, это вот Унцовая, то есть она есть в росте 2-10, 2-40. Это с тестом, ну, грубо говоря, там до 28-29-30 грамм. Ну, и есть более тяжелые, там, если для Волги, это есть тест 14-53, и есть тест еще там... До 70 грамм. 22-73. Да, да, да. Палки очень быстрые и имеют, ну, я говорю, превосходные чувства, превосходные. То есть это ловля судака, в первую очередь джик, такой классический, тяжелый джик. То есть, ну, это... Палочки довольно-таки легкие. Они уже, ну, уже не первый год у нас представлены и уже имеют очень хорошие... Хорошие отзывы в интернете, в Ютубе можно найти очень много... Все-то без преувеличения. Да, да, на самом деле... Не будем пластаться или там рекламировать. Реально, те, кто попробовал, ну, они все довольны. Да, положительных отзывов, на самом деле, в Ютубе очень много. И еще есть одна линейка, которая мне понравилась. Это линейка Nova Twitch. Nova Twitch, она сама за себя уже говорит. То есть, Nova Twitch это для рывковой проводки, то есть для твичинга. Кстати, пока вот ищут палочку нового твича, да, появились... Сейчас мы тоже покажем их чуть попозже, да, после нового твича. Появились специальные, специализированные палочки сомовья. То есть, прям немцы сделали... Они любят там ловить сома на квок. Вообще любят там ловить сома, потому что там очень крупный сом в Германии. И почему он там крупный? Потому что они ловят его и отпускают. Вот, и сом там реально очень здоровых размеров. И палочки, на самом деле, для меня это... Я думал, что, ну, какие-то такие прям вот вообще очень... Вот я тут неслучайно взял три удилища сразу. Это Nova Twitch. Да, как ни странно, все три удилища это Nova Twitch в росте 2.15 с тестом 7.27. Все 7.27, но... Но, значит, есть у них отличия. Вот, если можете так посмотреть, видите, самая крайняя, вот с этой стороны, у нее более длинная ручка. Ну, длинная ручка. Значит, это была первоначальная модель, которая уже третий год на рынке. Очень нравится она нашим рыбакам. Очень много по ней положительных отзывов. То есть для твичинга это, как бы, ну, тоже очень хороший вариант. Но единственный у нее был минус, это то, что длинная ручка и не всегда удобно твичить, потому что, как бы, ну, в одежде или там у кого недлинные руки, мешает цепляться. Ну, она относительно длинная, кстати, на самом деле. То есть... Поэтому мы специально по просьбам наших твичингистов, наших рыболовов сделали на этом же бланке удилище с укороченной рукояткой. Причем есть как в спиннинговом варианте. Без курка, да. Без курка. Ну, обычный классический спиннинговый. Так и в кастинговом варианте с курком уже, да. То есть под мультипликаторную катушку. И, как вы видите, здесь рукоять короче. То есть кто у нас предпочитает ловить более короткой рукоять, твичить с более короткой ручкой, да. Ручкой, как бы, он может выбрать теперь уже... И колечки, я смотрю, на одной палочке тоже стоят... Ну, естественно, там, где мультовая, тут же колечки... Да, да, низкие, очень низкие. Массажены, то есть специально... Изящно сделаны. Да, под ловлю, под ловлю кастингом. Палочки тоже замечательные. Ценовой диапазон в розницу какой? Ценовой диапазон у нее порядка 9-10 тысяч. А, кстати, по поводу цены, да. Мы же договорились в свое время, и на самом деле действует мой промокод. Да. Промокод Diver10. Английскими буквами, большими и слитно. Diver10. Это 10-ти процентная скидка дополнительно. Она суммируется вместе с вашими скидками на сайте. То есть, если, допустим, спиннинг уже стоит на сайте 10 тысяч, ну, минус 10 процентов, и получаете свою цель. Всегда все подписчики вашего канала, милости просим, отказывать не будем в скидке. Заводите промокод, получаете дополнительно 10 процентов. Так, и сейчас, Игорь, давай еще, наверное, покажем людям... У Sportex в том году, да? У Sportex в том году был юбилей, они сделали юбилейную серию джиговых палок. Да, это, значит, в 2019 году... Она уже более бюджетная. ...Sportex отметила 70-летие компании. То есть, ну, только подумайте, 70 лет фирма производит удилищ. С 49-го года. С 49-го. 86-го, это уже, там, каталоги, там, а все. Да, 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 да. Ну, сейчас дело, ну, как бы, вопрос не в этом. Вопрос в том, что компания сделала специально к 70-летию специальную юбилейную модель, такая красивенькая, видите, с золотистым дизайном таким. Значит, ну, что в этой модели? Во-первых, это цена. То есть, это, ну, для Sportex, да, это может быть не бюджетная палка, там, за 2-3 тысячи, но это удилище из высокомодульного карбона, с хорошей фурнитурой, с гарантией 10-летней, которая стоит порядка 6 тысяч рублей. То есть, вот... 6 тысяч рублей. По сравнению, опять же, с Гидрой, да, Гидра стоит в районе, 8-9 тысяч, да? Да, Гидра стоит 10 тысяч. 10, да, 10 тысяч рублей. 10 тысяч без скидки, а со скидкой получается где-то 9 тысяч, ну, я говорю, да? Ну, тут же скидку тоже можно применить. А, здесь надо получать 5 тысяч рублей, да. Ну, пока сейчас, да, пока сейчас действуют зимние скидки, плюс ваша скидка, как бы, получается очень интересная. Очень сладко, да? Да, ну, очень интересная цена. И мы видим, сейчас, ну, эти удилища, ну, пользуются очень хорошим спросом. Ну, каждый день что-то покупают, потому что, ну, реально, за эти деньги это очень хороший спирт. Ну, и симпатично тоже сделано. Да, он, ну, сделан в обычном, как бы, тоже в росте 2,40 с тестом 11,29, есть более тяжелая 2,40, 19,49, есть аналогичные тесты с ростом 2,70, ну, то есть, там всего 6 моделей. И есть более тяжелая, там, до 70, по-моему, грамм, на сегодняшний момент. Ну, то есть, как бы, это удилище тоже является джиговым инструментом. Да, оно дешевле, чем гидро, но по чуйке уже испытано, у нее довольно такая приличная чуйка, то есть, вполне можно отбивать в руку, начиная уже, там, при тесте 11,29, там, при грузе, там, вот 12, 13 грамм, она уже вполне отбивает в руку, то есть, вот, как бы, вот такие вещи. Ну, если кто не может позволить себе гидро, в принципе, может взять гудспид, да? Есть еще одна палочка, много времени у вас не будем сейчас занимать, мы сейчас уходим уже, дальше побежим. Есть, появились, опять же, в этом году, по-моему, спиннинги для само виловли, да? Да. Именно чисто само виловли палки. Да, есть, значит, вот такие модели, это называется Cat5, значит, она, получается, черный бланк, такая красивая осталась, на рукоятке, видишь, сон нарисован. Да, 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 да. Ну, то есть, такая, как бы, очень, дизайн красивый, симпатичная, она выпускается в росте 1,80, с тестом 90-200 грамм, и в росте 1,95, с тестом 170-300 грамм. Вот, как бы, вот это очень интересные модели для ловли сома, значит, ценовая политика тоже порядка 9 тысяч. Ладно, спасибо вам большое, побежим мы дальше, спасибо за такую, скажем, экскурсию по палочкам. Спасибо вам, приходите, всегда будем рады, ждем в субботу. А, в субботу, кстати, 22-го числа, друзья мои, повторюсь, мы будем стоять здесь на стенде с моей командой и постараемся вам именно показать и рассказать, именно по... приходите и задавайте вопросы, кому интересно. С 14 часов, по-моему, да, с 14 до вечера, короче, до 5-6 часов будем находиться здесь. И я постараюсь именно как-то поближе, именно до кого-то, хоть до кого-то достучаться и показать, почему и для чего нужны именно такие палочки для нашего виду-тролинга. Всем подписчикам телеканала «Рыбалка с зерой» ни хвоста, ни чешуи. Приветствую. Привет, привет. Привет, привет. Слушай, ну чего ты, как у тебя дела-то с уголком? Ну, вот я хочу, друзья, вам предоставить вашему вниманию это крайние, как бы, разработки. Это уголок Ева назвал я его. Это оснастка, которая... Это проводник, правильно, который ты в том году мне показывал? Да, 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 я его доработал, то есть вот в таком виде предполагается один из его вариантов. То есть мы, как и с тобой оговаривали, пытаемся с помощью смонтированного здесь сменного груза, сюда мы монтируем любую приманку, даже плавающую, тут кольцо или карабин, вот, и мы заглубляем приманку и проводим ее по дну, в контакте то есть здесь у тебя груз, да, сменный груз вешаем, а с этой стороны приманка. А здесь любая приманка, это будь то силикон, будь то плавающий воблер, будь то вабик маленький, силикон, да, может это, это элемент привлекающий, значит, в одной из оснастках он снаряжен здесь дополнительным крючком, так как это является тоже точкой атаки, вот, а так это вот приманка, которую я назвал уголок, ну пока рабочее название Ева, потом может быть будет там дуэт, вот, и вы с помощью сменного груза, в зависимости от условий ловли, то есть если большое течение, вы можете 60 сюда грамм повесить, здесь заводное кольцо, которое может отрываться, то есть приманка, чтобы у вас сохранилась, и та приманка, которую вы сюда пристегнете, и сам уголок, да, здесь, здесь просто клипса, надели сюда на грузик, на заводное колечко, заводное колечко допустим 5 килограмм, у вас основная леска там 10-15 килограмм, естественно, здесь карабин килограмм 10-15 и так далее, вы обрываете сменный груз, у вас эта оснастка остается, рабочий элемент в данном случае, допустим, крупная резина, и вы ее проводите не методом ступеньки, как это общепринято у нас, а методом волочения, то есть даже в твоем способе, который ты нам, как бы, преподносишь, и это очень качественное видео твое, когда ты пропагандируешь троллинг в один спиннинг, то есть в определенный момент ты можешь и троллинговать, то есть ты заглубил, да, гарантированно, крупным грузом, и ведешь приманку, которую ты считаешь нужной, в придонном слое, в данном случае это там порядка 18-20 сантиметров, это длина вот этого отличия, ты можешь даже взять воблер, который ты никогда не загонишь на эту глубину, допустим, полутора метровик какой-то там, не знаю, герман там, любой, какой хочешь, и в заброс ты его, естественно, закинешь, он будет заглубляться на свою глубину, а здесь ты имеешь возможность с помощью вот этой приманки, будем ее называть, проводить этот воблер на том горизонте, придонном, на котором этот уголок и предназначен, в том числе семейные ценности, я когда вижу тебя с семьей, мне, допустим, от этого радостно, и я понимаю, что так надо действовать, и нашим супругам большое спасибо за то, что они дают нам возможность набачить. Ну ладно, Валок, еще раз спасибо тебе, я покажу дальше, у меня сегодня очень-очень-очень-очень много всего. До свидания. Просто есть любители с этим, онлайн, с тем, верно? Данная палочка неплохо подойдет для нашей Волги, ручка довольно-таки длинная, а можно сейчас заменить там вершинка. Палочка с двумя вершинками, и, в принципе, обе вершинки очень-очень даже зачетно. По поводу чуйки, а чуйка тоже, кстати, довольно-таки нормальная. Да, данная палочка наша тема. Сколько, какая цена данной палочки? 8-800-36. С двумя вершинками. Да, данная палочка с двумя вершинками. А сколько стоит такая катушечка? Сейчас-то не вспомню, но где-то тысяча четыре, наверное. А только праворукие, левого руки нету? Надо смотреть, но, по-моему, правые все. А? По-моему, все правые. Все правые, да? Ну, к сожалению, праворукая только, но цена бюджетная довольно-таки. И вроде бы неплохого качества. Тушечка такая, довольно-таки бюджетная, неплохая. В районе четырех тысяч, да? Может быть, до пяти, скажем. Но говорят, к сожалению, праворукие. Ну, можно погуглить, может быть, есть левого руки. Нормально? Фокусируйтесь? Да. Спасибо.